В финальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады 4-4, основное время победителя не выявило И теперь имя победителя определится по итогам 20 минут дополнительного времени До первой заброшенной шайбы, напомню, что команды будут играть 4 на 4 Итак, Евгений Набоков и Кэм Ворд, голкиперы, играющих сегодня команд Итак, только что начался дополнительный период финального матча чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и России 4-4 на табло, 20 минут чистого времени до первой заброшенной шайбы Игра идет 4 на 4 И посмотрим, как будут развиваться события Наши пытаются фресинговать соперников в зоне Мартенсен Сан-Луи получает шайбу, очень здорово на перехват выдвигается Андрей Марков Но в свою очередь его передачу Сан-Луи также перехватывает Марков входит в зону, опять пытается перевести ее Александру Семину Но Сан-Луи, ой-ой-ой, просмотрел Александр Семин, что Сан-Луи все-таки сделал передачу Повернись чуть раньше Александр, он бы шайбы за чужими воротами завладел Наша пара Морозов, Зиновьев, Гребешков, Корнеев в четверком Живановский и Сан-Луи еще не было возможности смениться у канадцев Корнеев навязывает сопернику в углу силовую борьбу Арбитру пора здесь уже, наверное, вмешиваться Но нет, дает он бороться Не звучит свисток и все-таки Гребешков вывозит шайбу из-под партнера Сан-Луи уже падает от усталости, катясь к своей скамейке запасных Зиновьев входит в зону по центру Делает передачу на Алексея Морозова Бросок по воротам мимо шайба пролетает Очень резкий был бросок Морозова И, в принципе, Леша все правильно делал Но, к сожалению, не попал Мы видим, что как бы делаются какие-то сочетания Что два нападающих, которые могут вдвоем создать что-то Один по защите, который может подключиться в атаку И один, который абсолютно строго будет играть в обороне Долго готовил Федор Тютин эту передачу по чужую синюю Гетцлав и Нэш на площадке у канадцев Бросок из средней зоны шайбы вылетает перед воротами Кэм и Уорда Тут еще клюшечкой так ее продлевает движение Овечкин Стартуя с места не сумел А вот это две минуты И арбитры Арбитры удалят Собирается удалять Но Лайцман подъезжает и почему-то показывает, что было касание Хотя главный, один главный арбитр сказал Чисто было две минуты удалением Просто успокоится сейчас Один из Лайцманов Очень горячо что-то доказывает Одному из главных арбитров Шейм Доун, ну конечно Это важнейший момент игры Будем мы играть 4 на 3 или нет Ну и Сергей Федоров Алексей Морозов на правах капитана Подъезжает Очень многое сейчас зависит от этого судейского решения Но и не показывает нам повтора Здесь конечно Никто себе не враг И страсти нагнетать не имеет смысла Просмотра этого эпизода не будет в любом случае Он используется только для фиксирования Но официального просмотра безусловно нет Это только да И так Две минуты Две минуты сборная России В ближайшее время проведет в большинстве Рик Нэш отправляется на скамейку штрафников Был у нас очень остроатакующий вариант розыгрыша большинства в такой ситуации На лед выходили четыре нападающих Звено Федорова и Илья Ковальчук Торопиться нам никуда не нужно Нужно забросить одну единственную шайбу Хэмюс, Шарп и Стеюс Так выглядит тройка канадцев Ну и что Ковальчук на позиции защитника Федоров на вбрасывании И его партнеры здесь же При нем Что абсолютно опять логично все Со стороны обеих команд Лучше оборонцы играют у канадцев И наши все ударные силы Не удалось выиграть на вбрасывании Но опять же Времени более чем предостаточно И повода для паники нет Ковальчук Отдает шайбу опытнейшему Федорову И так радучись Наши заезжают в чужую зону Семин остается на синей линии Вот меняются они сейчас позициями С Ковальчуком Так деловито наши катаются по зоне Настолько, что решил там Подстегнуть развитие событий с Теюс Ковальчук Бросок поворотом И овечки Нет, они к Сергею Федоров добивая Перебрасывает перекладину Ну, сейчас идет обсуждение От кого шайба улетела за пределы поля Главная орбита показывает Что вбрасывание будет в средней зоне Что прямым броском от Федоров отлетело наверх И мы видим, что Овечкин Буквально очень надеется Что Федоров попадет в ворота После добивания Ну что, вбрасывание в средней зоне И еще минуту 28 Будут наши имечительные преимущества Ну, кстати, можно в этой ситуации И Овечкину побросать Я думаю, что у него бросок не хуже, чем Ковальчуками Доунхемью Систейос остался у канадца О, Илья! О, Илья! О, Илья! О, Илья! О, Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам Это хэппи-энд в Голливуде До такого додуматься не смогли Жизнь лучший драматур Илья Ковальчук забивает победную шайбу 5-4 Сборная России Спустя 15 лет Становится чемпионом мира Знаете, нет у меня слов Очень хочется сейчас С этим паранормальным счастьем Остаться где-нибудь на необитаемом острове И улыбаться до тех пор, пока хватит ширины рта Мы чемпионы Сборной России Чемпион мира по хоккею Как просто это звучит Но как сложно было этого добиться Наши парни Настоящие герои Да, они не радовались после полуфинала И вот сейчас Александр Овечкин хватает у болельщиков флаг России И вновь бросается в объятия своему товарищу Илье Никулину Ну что же, проклятие родного льда действует Последний раз на своей площадке сборной России Удалось стать чемпионом мира у себя дома В 86-м году это было Илья Ковальчук Ну смотрите, сколько здесь поворотов Риг Нэш МВП прошлого чемпионата Москвы Мира, который стал для канадцев победным Он был на скамейке штрафников в тот момент Когда, казалось бы, главный антигерой всего чемпионата Илья Ковальчук Броском в верхний угол не оставлял ни единого шанса голкиперу Кэму Ворду Владислав Третьяк на встрече с нами перед матчем сказал, когда мы спросили, ну что Илья играет, он сказал, да, и я верю, что он забьет эту победную шайбу И он был провиден Мы лучшие Мы чемпионы И вы, дорогие зрители, увидели все это на телеканале Россия Который в последнее время счастливым становится для российских спортсменов Зенит За его игрой в финале Кубка УЕФА наблюдала вся страна И благодаря и в том числе этой поддержке Зенит победил Рейджерс Также на чужой территории, можно сказать И теперь сборная России становится в Канаде чемпионом мира в год-столетие Международной Федерации Хоккея Ну и здесь нет повода не напомнить о том, что матч финальный Суперкубка Европы Также будет показывать телеканал России, говорим мы это к чему Что в среду, 21 мая, определится соперник Зенита по этому матчу в Москве Создается финал Лиги чемпионов Челси, Манчестер, Юнайтед Прямая трансляция в среду, 21 мая, в 22 часа 35 минут по московскому времени Ну а мы поздравляем нашу великую, не побоюсь этого слова, команду Они все молодцы, все, кто играл здесь Кто откликнулся по первому зову Кто попал в состав, кто был отцеплен перед решающими баталиями И мы не можем не напомнить их имена Федор Федоров, Евгений Медведев, Николай Кулемин, Евгений Артюхин, Петр Счастливый Простите, если кого-то забыли Все парни, которые играли за сборную на этапах Евротура Ну, наверное, Семенова Варламова Семена Варламова, конечно же, который получил травму Все это и их победа Она одна на всех Ну и поздравляем мы Вячеслава Быкова Сколько вопросов было к нему у нашего брата-журналиста Но Вот еще один голливудский поворот Сергей Быков, Вячеслав Быков был капитаном той самой команды Которая завоевала золото в последний раз в 93-м году 15 лет назад это было И теперь Быков пополняет собой этот элитный клуб наставников Которому удавалось выигрывать чемпионат мира Как игрокам, так и тренерам И вы вот видели сейчас момент, когда Ковальчук подъехал к Быкову И как бы поблагодарил Вячеслава за то, что он доверил ему Ключевые моменты играть Потому что были вопросы, ставить ли Ковальчука на эту игру Вот мы видим, что Вячеслав Петисов поздравляет своего Партнера многолетнего по команде по той сборной России По сборной Советского Союза непобедимых Я отказываюсь верить своим глазам Нет, я не к тому, что мне непривычно видеть радующимися российских парней Видели много раз Но что бы так, действительно Илья Ковальчук Гол, который сравнял счет в этом матче И затем победная шайба в овертайме Так не бывает, дорогие друзья Но тем не менее, мы это с вами видели И так бывает на телеканале России На всю страну Потрясающее ощущение Ну сейчас мы видим, что постепенно команды канадцы так и стоят Абсолютно опустошенные Абсолютно убитые горем и несчастьем Что случилось Но это спорт Мы были сегодня сильнее Мы больше хотели Мы больше заслужили этой победы И мы ее получили Даже по броскам В конце концов мы перебросали Эти канадцев Сейчас будет награждение лучших игроков Конкретно сегодняшнего матча Ну и со своей стороны Ваши покорные слуги сделали все их зависящее Так уж получилось Теперь можно рассказать об этой Примете, которая стала счастливой для нас Ни в коем случае нет Как бы пытаясь преувеличить собственные заслуги Но каждый раз перед матчем Общались мы с Владиславом Третьяком Президентом Федерации Хоккея России И накануне полуфинала Отыграв с полуфиналами Встретив Сергея Наильевича после игры Владислав Александрович сказал Чтобы перед финалом были на месте И поверьте нам, мы сегодня были Но это так Лирическое отступление А наши парни по-прежнему не могут поверить в происходящее Там все-таки уже идет церемония Брэд Бернс, автор дубля В этой встрече Получает приз лучшего игрока этого матча В составе сборной Канады Вот так все для него здорово складывалось Две шайбы в первом периоде 3-1 Полное преимущество Канады И казалось все Конец сказки Но нет, не зря мы выигрывали 8 матчей В предвариловке и квалификации И на первых стадиях плей-о Мы дошли этот путь до конца Мы одержали 9 побед В 9 матчах Мы победили всех Лучший игрок сегодняшнего матча В составе российской сборной Сергей Зиновьев И вы знаете, приносили нам тут список символических сборных Куда-то я его на радостях забросил Нет же, вот он Итак, по мнению директората Международной федерации хоккея Лучший вратарь этого турнира Евгений Набоков А кто бы сомневался Лучший защитник Брэд Бернс Лучший нападающий Дэнни Хитли Знаете, есть вопросы После этого финального матча Опять же шутка Ну и самый ценный игрок Также Дэнни Хитли Который забросил 12 шайб Одну из них сегодня Но Он получит серебро Ну и по версии журналистов Символическая сборная Следующим образом Евгений Набоков в воротах Три игры на ноль в плей-офф Это очень достойный результат Майк Грин Томаш Каберли Канадец Грин И Чеп Каберли И тройка форвардов Дэнни Хитли Александр Овечкин И Рик Нэш Как они будут играть Без центрального нападающего Такого, как Федоров Я не знаю Капитан российской команды Алексей Морозов С чемпионским кубком За победу Этот трофей Не бывал В руках у российских хоккеистов Никогда В 2001 году Учрежден был В качестве главного приза Первыми его выиграли чеки Но вот теперь Мы имеем возможность Проверить Сколько же шампанского Входит в эту красивейшую чашу Безумные победные танцы Российских хоккеистов Ну здесь Не пощадили Самолюбие проигравших Вообще обычно Серебряными медалями Людей награждает Чтобы те Могли остаться Со своими слизами Наедине в раздевалке Но не таковы Здесь кубок У нас И наши парни Едут поздравлять соперника Который Также был достоин победы Канадцы вообще Ни одного очка не потеряли По ходу этого турнира Но Вынуждены были спасовать Перед сборной России Александр Овечкин Своего одноклубника По Вашингтону Грира Утешал как мог Сжимал его В своих медвежьих объятиях Грин кстати Перед игрой Очень опасался Именно игры Овечкин Он говорил Да он потрясающий игрок И 65 его шайб Заброшенных В чемпионате О чем-то говорят Ну и настоящим пророком Стал капитан Канадской команды Шейм Доун Который в интервью Нашему каналу Перед матчем Сказал У вас отличное нападение Овечкин Семин Федор Все это потенциальный МВП турнира Но Сказал он Я очень опасаюсь Что не сказал еще Своего слова Илья Ковальчук Надо же Как-то вот углядел Ну и давайте Еще раз Поздравим Наших парней Евгения Набокова Михаила Бирюкова Илью Никулина Андрея Маркова Алексея Морозова Сергея Зиновьева Илью Ковальчука Константина Корнеева Дениса Гребешкова Александра Семина Сергея Федорова Александра Овечкина Виталия Прошкина Федора Тючина Максима Сушинского Константина Горякова Даниса Зарипова Даниилу Маркова Калинина Дмитрия Максима Афиногенова Алексея Терещенко Александра Радулова Конечно же Александра Еременко Который получил травму На предварительном этапе Конечно же Сергей Звягин Который не попал Формально в этот состав Но он был с командой И помогал ей нормально готовиться Конечно же Дмитрий Воробьев, который сел в запас, конечно же Сергея Мазякина, который также пропустил эту игру, всех парней, которые были, не попали в состав окончательный на этот чемпионат, мы их уже называли, просто боимся забыть сейчас на эмоциях. Всем огромное спасибо и низкий поклон. Вячеслав Пыков, Игорь Захаркин, тренерский штаб нашей команды, генеральный менеджер Игорь Тузик, ну и конечно же руководители российского хоккея, в первую очередь Владислав Третьяк, который действительно смог стать для нашей команды талисманом. Ну еще можно сказать по Третьяку, он вот, были тут какие-то церемонии, какие-то торжественные мероприятия, и на часть из них Третьяк не ходил, потому что когда-то сказали, Владислав, почему вас не было вчера, он говорит, ну потому что я был с командой, я просто очень хочу, чтобы мы выиграли. И свидетели вы сейчас редчайший кадр, улыбающийся Вячеслав Пыков. После матча с финнами в полуфинале он дал интервью с абсолютно непроницаемым выражением, непонятно было, проиграла его команда или выиграла, то есть здесь. Ну я думаю, что у него тоже все переполнено, просто насколько он энергию отдал на этом чемпионате внутренней и сейчас победа. Сравнялись мы, кстати, с канадцами по общему количеству золотых медалей, завоеванных на чемпионаты мира. 24 у Канады, 24 золота теперь у России, но правда со сборной Советского Союза. Тем не менее, забывать свою историю мы не имеем права. Почему нам должно быть стыдно? Придет время, мы догоним и перегоним собственно России канадцам по количеству золота. Я в это верю. А почему мы должны это забывать, если вся команда эта, вот эта вся команда родилась в Советском Союзе? Понимаете, у Газманова, я родился в Советском Союзе, сделан я в СССР. И Россия абсолютный продолжатель Советского Союза, могущественного и могучего. И хоккея в том числе. Ну и все же сжалились организаторы надканадской командой, вручают они серебряные медали. Людям, которые изо всех сил старались подарить своим болельщикам золото, но сделать этого не смогли. Здесь ведь вот еще что вмешалось в развитие событий. Помимо проклятия родного льда, есть еще одно более древнее. Я не помню, сколько лет оно насчитывает. Но команда чемпион мира никогда в истории, в последний раз очень давно, защищал свое звание на родном опять же льду. И это в последний раз также в 70-х годах удалось великой сборной Советского Союза. Ну а сегодня у нас не менее великая команда, которая подарила простое, большое человеческое счастье. И ведь это ребята со всех концов нашей страны, которые выросли со всей страны. Ведь ребята из Нижнего Тагила, Новокузнецка, Прокопьевского, Новосибирска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Челябинска, Тольятти, Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, Воскресенской, Электросталия. Извините, кого-то забыл, но это весь, вся Россия здесь. И вы говорили, Роман, что приехали сюда со всей страны. Я думаю, что наши болельщики сегодня переорали просто канадцев. Благо, повод был в третьем периоде. Мы не слышали канадцев. Да, их тут больше. Чемпионат мира, в конце концов, проходит у них на родине. Но сначала наши парни своей игрой заставили умолкнуть трибуны. Ну а затем были голы Ильи Ковальчуга. 5-4. Этот матч навсегда войдет в историю не только российского, но и мирового хоккея. И вы знаете, опять же, я просто счастлив. Я не знаю, что еще сказать. И я могу себе только представить, как счастливы те парни, которые сейчас получают золотые награды из рук, в том числе и Владислава Третьяка. Легенды советского хоккея, мирового хоккея. Был он вчера избран в шестерку лучших игроков всех времен за 100 лет существования хоккея. От Советского Союза, от России, от нашей Родины, что мы все с названиями. Попали туда Вячеслав Ветисов, Валерий Харламов и Сергей Макаров. А также военгрецкий Беррио Сальмин. Это шестерка великих хоккеистов. Более половины лучших игроков, вернее, ровно половины лучших игроков за всю вековую историю хоккея из нашей страны. И вот этими золотыми медалями мы салютуем легендам. Мы видим, что Жак Роги даже приехал, конечно же, и на празднование 100-летия Международной Федерации хоккея. Какой же ты красавец, Илья! Две шайбы в самый нужный момент, когда, казалось, все. Судьба висит на волоске. Александр Овечкин, ребята здесь устраивают настоящее шоу. Бобе сегодня бился до конца. Он просто смял этих канадцев. Он уничтожал их. Лес вперед и доказывал, что мы все равно вас побьем. Сияет Вячеслав Быков. И как же приятно видеть счастливые улыбки на лице человека, которым висел такой огромный груз ответственности, который этот груз с честью вынес. С Даниилом Марковом, Максимом Сушинским шлют привет своим родным и близким. Ну и, конечно же, вам, нашим зрителям, которые все это время, весь этот чемпионат были с нами и поддерживали нашу команду. Ваша поддержка, как видите, ей очень помогла. Он даже, вот представляете, вот Сергей Федоров сыграл первый раз за сборную его в 89-м году. Если бы он играл на всех чемпионатах мира, это был бы для него 20-й чемпионат мира. Представляете, от первого до последнего 20 лет. И на всех трех чемпионатах Сергей Федоров был чемпионом мира. Стопроцентное попадание у Сергея Федорова. Вот опять же, там были вопросы, почему такой заслуженный ветеран получает место в составе, что у нас нет других центральных попадающих. Вы все видели сами. Абсолютно прав оказался Вячеслав Аркадьевич во всех кадровых вопросах и критике. Сейчас вынуждены хранить скромное молчание. Их никто не будет слышать. Россия чемпион, Россия великая хоккейная держава. Михаил Бирюков, нельзя не отметить его вклад в эту победу. Россия, 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 Вы все слышали сами. Гимн, государственный гимн Российской Федерации пели. Наши болельщики очень слажены. Ну что же, мы вас поздравляем. Большой праздник пришел в наш дом. Спасибо сборной России за эту победу спустя годы. После окончания этой трансляции на канале «Спорт» выйдет в эфир дневник чемпионата, в котором обсудят специально приглашенные эксперты перипетии этого фантастического финального матча. Ну а после чего сладких снов страна. С победой для вас работали редактор трансляции Алексей Федотов и комментаторы Сергей Гимаев и Роман Скворцов. Мы чемпионы. Мы лучшие! Спасибо за субтитры Алексей Федерации. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею.